что такое безумие безумие это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения это есть безумие всем привет с вами синг я опрометчиво пообещал сделать лор новой виртуалки и ничто кроме моей совести не мешало забить на эту идею но художник должен страдать и когда ты встречаешь морфеуса примешь красную таблетку войдешь в страну чудес я покажу тебе глубоко ли кроличья нора давай вошли и вышли приключение на 20 минут шесть дней спустя нора оказалась очень глубокой главной частью лора виртуалки являются уравнения точнее то что за ними скрывается первые семь записей получить очень легко а вот концепция скрытия лора в последней записи ублюдочно гениально для начала в цепи вдохновения надо открыть уравнение границы затем собрать 16 благословений одного пути а их всего 17 если вы сможете добежать до босса или элитки ничего не потеряв по пути то откроется кусок лора так надо сделать девять раз для каждого отдельного пути при этом в новой виртуалке нет бана путей поэтому чем меньше вам остается тем сильнее усложняется задача единственный способ обмануть систему это встретить жуан мэй 1 только вот за бесчисленное количество попыток она закрыла мне только один путь настолько это редкий ивент еще один способ постижения лора это диковины но они нервно курят в сторонке после уравнений реально утомила только различительная машина империи руперта крафтится она из вот этих трех кусков и вот механический поршень как будто имеет триггер когда вы собираете около 25 диковин звук улетания в трубу всех предметов будет снится мне в кошмарах занимался я этим замечательным гриндом после операции по удалению зуба мудрости и искренне надеюсь что разработчику который придумал такой невероятный подход к раскрытию лора выдали премию желательно розгами по жопе извините мне кому-то надо было все это рассказать а теперь к лору начну со своего любимого конька руперта в ролике про лор золотые шестеренок я высказывал мысль о том что уравнение анти жизни стирала грань между машинами и людьми но на самом деле все намного глубже руперт 2 утверждал что перенял воспоминания оригинала но при этом был мясным мешком или полумясным не суть во время первой войны руперт изобрел такую штуку как различительная машина но всплыла она только в процессе второй войны императора и вот здесь начинается самое интересное это устройство стало увеличивать вычислительную мощность и улучшать способность принимать решения и развилась до такой степени что чуть не стала третьим императором тут просто нельзя не провести параллель с самой нус ведь именно она прокачивая электронные мозги достигла уровня эона и это еще не все куски этой машины сразу ассимилируют любые устройства и самоуничтожаются видимо потому что уравнение антижизни настолько сложное но при этом останки связываются друг с другом и ждут следующего воссоединения на ум сразу приходит другой и он тейзеронт напомню что в труде фусюань взгляд в будущее говорилось что останки императора инсекторума являются частью его темницы и если их все собрать то велик шанс на возвращение эона распространения и такая же мифология ходит вокруг и дриллы держатели зеркал и рыцари красоты потихоньку собирают зеркала запредельности пытаясь возродить своего эона и ко всем этим совпадением хочется добавить два тейка которые до соберут информацию в мощнейшую теорию благодаря сюжету пинаконии мы точно знаем что она жива пусть она и запечатана внутри шипе но сам факт есть химика на борту экспресса говорит что если путь был открыт то он не может быть закрыт даже с падением его эона теории 2 во-первых все эоны живы технически во вторых вот у нас есть мнимая энергия обычные люди с ней практически не взаимодействуют идущие по пути получают какие-то ништяки в зависимости от того как далеко прошли типа адаптации к окружающей среде как у экипажа экспресса эманаторы как мне думается ограничены в своем развитии так как им силу даруют и он и и вот тут надо объяснить что такое рубеж бессмертия руперт точно не был и он нам но видимо прошел по пути как минимум до того же уровня что и эманаторы только в отличие от них сделал это натурально своими силами сам я когда-то проецировал бессмертия в ханкае на крестраже и различительная машина империи руперта идейно хорошо подходит под эту концепцию но ведь ионы и их пути это философские концепции и величайший греху руперта это уравнение анти жизни моя мысль такова где-то около момента становления эоном существо доходит до идеи с большой буквы которая становится так или иначе бессмертный и пока идея существует нельзя до конца уничтожить эона и поэтому его путь не может быть закрыт и это объясняет если не все то почти все собственно поэтому полька под руководством ну с его и убила точнее попыталась мне кажется что уравнение анти жизни резко заливает мнимую энергию в существо поэтому например обычное устройство сразу самоуничтожаются при контакте с уравнением а более сложные существа типа людей или синтетиков будучи нормисами просто сходят с ума остается много вопросов что будет с идущим по пути или эманатором если он взаимодействует с уравнением чего не хватило руперту чтобы стать эоном полька так долго готовилась к убийству руперта потому что это сложно или потому что она хотела убить его в моменте между возвышением и созданием уравнения или она вообще проебалась просите за грубость и уравнение не должно было появиться а самое забавное что все относятся к опасности возрождения эонов над ебись вот мы вывезли часть тезеронта наружу в квесте аргенте останки различительной машины запечатаны кмм в многочисленных институтах которые с ног до головы забиты супер техникой уравнение же их не захватит короче примеров безалаберности более чем достаточно и может быть даже они приведут к чему-то интересному во время войны эонов теория о бессмертной идеи кстати очень наглядно показывает разницу между терминусом и условным на ну ком которую почему-то не понимает герта если он разрушения добьется своей цели и всех убьет то не останется живых существ которые поддерживают философскую концепцию следовательно остальные эоны умрут и вселенная закончится а если поговорить с элегией то становится понятно ключевая разница до и он завершенности подводит людей к апокалипсису и гибели эонов но это просто перезапуск цикла выглядит как прямая отсылка на хершеров из ханкай импакта которые тоже по своей сути мнимые существа и в конце появлялся хершер конца который очищал цивилизацию и сбрасывал мир до точки начала мне вот что пришло в голову до хершера конца идет хершер начала что если терминус через элио выращивает из главного героя эона начала звучит одновременно логично и безумно но оставлю эту теорию любителям ханкой импакта честно говоря меня не покидает мысль что я упускаю что-то по-настоящему важное в теории про уравнение анти жизни вот это вот точку бессмертия и так далее если у вас есть более складные теории с удовольствием почитаю в комментариях на удивление в лоре появилась больше упоминаний адептов завершенности и показывают их с хорошей стороны например авангард знамения предупреждает людей о катастрофах и том как их предотвратить собственно говоря их кредо это буквально борьба со смертью но только не так как у я оши я понимаю что мне никто не поверит но когда-то в игре показали братство джапеллы и вечно горящий особняк диковинка чумное гнездо рассказывает о том что братство использовала ужасающая биологическое оружие которая вышла из-под контроля и выкосила их ряды а кто-то из особняка это подстроил вот поэтому фракции друг друга ненавидят с того времени история в цветах борьбы просто сама по себе забавная и загадочная десять янтарных р назад призрачный разбойник украл два цвета из одной звездной системы то есть когда вы туда влетаете фиолетовый и голубой цвета просто-напросто исчезают из вашего восприятия при этом это никак не влияет на законы физики крутейшее проявление энигматы никого не хочу обидеть но большинство текстов из журнала операции это билет в дурку с диагнозом шизофрении либо половину текстов писал искусственный интеллект но кое-что интересное я нащупал например сад воспоминаний из раздела памяти в этом рассказе хранитель памяти ловит жесткий трип собранные воспоминания накрывают раз за разом затмевая изначальную личность и сойти с ума и потерять себя проще простого так что хранителем памяти надо вовремя выгружать из себя меморию чтобы нормально функционировать давным-давно во времена нашествия роя давались намеки на то что некоторые жуки могли мимикрировать под людей и судя по лжецу катастрофы это действительно так если честно почти все остальное бессвязная муть чисто из-за атмосферы мне понравились рассказы изобилия там действительно есть что почитать распространение тоже ничего а вот истории за 16 благословений вызывают фрустрацию в сохранении это нападение банды уничтожения на город которые построили защищают архитекторы в небытие описываются последние душевные терзания самоуничтожители перед смертью в изобилии искатели эликсиры ищут яоши чтобы она даровала им свое благословение в охоте небольшая зарисовка про противостояние галактического рейнджера и уничтожителей жизни видимо это кто-то из легиона антиматерии допускаю что рассказ может быть про будхила но скорее всего нет в разрушении действие идет от существа которая предала свою родину и направила легион антиматерии на планету все ради личной вендеты с местным царем в радости типичный душноватый розыгрыш от недотеп в масках распространение описывает пожирание планеты от лица жуков а эрудиция про настоящего ученого из школы астральной экологии там он залез в жучейную жижу ради исследований честно говоря одна история офигительнее другой как будто в зеленый слоник попал из всего оставшегося лора выделю два момента во первых участились упоминания талии было бы прикольно оказаться на радиоактивной планете но не думаю что ближайшее время стоит на это рассчитывать во вторых вспомнили про красноносого мужичка это фикциолог истории который последний раз упоминался еще в истории роя судя по всему он уже давно беда курит по вселенной может быть даже встретим когда-нибудь можно я чуть-чуть от души пофустрирую мне нравятся всякие отсылочки на руперта скарабаза потрясающие рассказы о том как психический анестетик который должен был спасать от небытия стал мега наркотиком который чуть не уничтожил 16 звездных систем или гон заснав от борисинца показывающий как работает лунное безумие разрывание противников на куски кровь кишки и вся эта замечательная жесть и трешатина в основном на бумаге при этом за пределами игры могут выходить потрясающие синематики показывающие жестокость окружающего космоса так как надо но зачем не надо что не надо давать мне надежду надеюсь что сценаристы определяться и либо трусы снимут либо крестик наденут спасибо за внимание и поддержку надеюсь вам было интересно с удовольствием почитаю комментарии по теме удачи в гачи и пока пока